Пациенты 9-й поликлиники про рецепты из каракуль, которые порой вообще не разобрать давно, забыли. Им выдают не рукописные, а электронные. На таких отлично читается и название препарата, и его дозировка. По мнению специалистов отрасли, это нововведение позволяет больше времени тратить на осмотр пациента, а не на бумажную волокиту. Раньше, чтобы выписать один рецепт, врач связывался с аптеками, выяснял, есть ли там определенное лекарство, уходило до 20 минут. Теперь, с приходом электронных рецептов, это время сократилось до 1 минуты. Врач одним кликом мыши выбирает нужное лекарство, а также указывает персональные данные пациента. Все назначения улетают в аптеку, к которой прикреплена поликлиника. Медсестра участковая на приеме здесь же выписывает в электронном виде рецепты, необходимые пациенту. И на руки выдается ему бумажный вариант, с которыми он в этот же день может обратиться в аптеку. Наши пациенты прикреплены к одной и той же аптеке, с которой мы работаем, и все наши пациенты обращаются в одну и ту же аптеку. И даже несмотря на отсутствие выбора, пациенты рады прогрессу в системе здравоохранения. Не нужно хранить его, во-первых, он может потеряться. Не боитесь, что какую-то определенную аптеку будут только отправлять эти рецепты? Ну, видимо, у них единая сеть должна быть. А единая сеть, как утверждают чиновники Краевого Минздрава, сформируется со временем. И тогда электронные рецепты будут направлять не просто в ближайшие аптеки, а по всем государственным. А и в крае около ста. К слову, сейчас на рецепт в электронном виде пока может рассчитывать пациент, которому полагается льготный препарат. Правда, и то не всегда. Например, врач пришел на дом к больному. Он же не понесет с собой компьютер, правильно? Он будет в бумаге выписывать рецепт. Всякое же может случиться. Компьютер сломался, или у терапевта нет компьютера, или еще что-то. По какой-то причине пока разрешили Министерство здравоохранения Российской Федерации и так, и так выписывать. Кстати, уже к концу этого года, заявляют чиновники, получить электронный рецепт смогут не только льготники, но и обычные пациенты, пришедшие на прием. Правда, тут возникает вопрос, если льготникам выбирать аптеку не нужно, лекарства для них выдают бесплатно, то другим больным, которые приобретают таблетки за свой счет, хочется аптеку повыгоднее, но при электронном рецепте такого выбора может и не быть. Однако, как будет работать вся эта система, специалисты сказать не могут. Известно, что к 2023 году не менее 70% поликлиник и больниц страны должны выписывать в основном электронные рецепты. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости.